Станислав Иванович, его жена и дочка Лариса жили в небольшом поселке, который был недалеко от воинской части. Места вокруг были глухие и северные. Там и нес службу Станислав Иванович. Был он одним из офицеров воинской части, которая обеспечивала охрану зоны, на которой отбывали свой срок зэки. Все семьи офицеров жили здесь, дети ходили в детский сад и школу, работали клуб и столовая. Дочке Станислава Ивановича на тот момент было 15 лет, и она становилась похожа на бутон нежной розы. Девка твоя красавица растет, ты бы получше за ней присматривал, сам знаешь, в каком месте живем, говорили Станиславу Ивановичу сослуживцы. В последнее время девушка часто просила у отца собаку, но все сложилось по-другому. Станислав Иванович уже собрался сделать дочке подарок и даже ждал рождения щенка от одной знакомой лайки, но произошел интересный случай. В один из дней на территорию части пробрался маленький волчонок. Он громко скулил, сидя на ступеньках столовой. Там его покормили и дежурный, подумав, что это потерявшийся щенок, принес его Станиславу Ивановичу. Не возвращать же его обратно в лес. Отец принес волчонка домой и подарил его дочке. Малыш был до того хорош, что Лариса с первого взгляда полюбила своего нового питомца. Дали волчонку имя Добряк. С тех пор они вместе росли девушкой и ее любимый волк. Отец занимался дрессурой и тренировками волчонка, и получалось это у него очень знатно. С детства он слышал, что волк животное непокорное и дрессировки не подается. Вот и хотел он проверить, так ли это. Он считал, что любовью, лаской и заботой от животного можно всего добиться. И в общем-то его теория подтверждалась на собственном примере. Добряк приносил палку, перепрыгивал через барьеры и хорошо знал команды. Шло время, после окончания школы Лариса поехала в ближайший районный центр учиться на повара. Пока училась, умудрялась подрабатывать в местной столовой, получая стаж и опыт работы. На выходные всегда приезжала к родителям, а преданный серый друг ее с нетерпением ждал. После окончания училища девушка вернулась работать в столовую в военном городке, где сама выросла. Лариса считала, что ее место там, рядом с родителями и ее любимым питомцем. Отец к этому времени уже получил очередное звание и был повышен в должности, его назначили начальником родной части. Каждый день волк честно дожидался хозяйку с работы. Но иногда, не дождавшись вовремя, он убегал со двора и бежал ее искать. Ларису в поселке знали все и знали, чья она дочка. Да и волка ее тоже все узнавали еще издалека, да и трудно было его спутать с собакой. В городке его вообще все любили и баловали, а он еще нагло научился всем этим пользоваться. Поэтому частенько добряка впускали в столовую, где работала Лариса, и волк дожидался хозяйку на заднем дворе, обгладывая косточку, которую ему выносили повара. В тот день Лариса поздно возвращалась с работы. Зарплату в военном городке всем выдавали одновременно, и это был как раз тот самый день. Можно было доехать до дома на маленьком автобусе, который курсировал по поселку, но девушке очень захотелось пройтись по морозу, подышать свежим воздухом, поскрипеть хрустящим снегом. Начинало холодать и посыпал снег крупными хлопьями. Поднялся ветер, снег закружил еще сильнее и стал быстро заметать дорожку. Лариса заторопилась домой добряк в тот вечер, не дождавшись хозяйку, вышел ей навстречу, чтобы проводить домой. Как уже говорилось ранее, Ларису и Волка в округе знали все, как и ее отца Станислава Ивановича. Потому родители девушки обычно были спокойны за нее. А напрасно. Всегда найдутся те, кто хочет поживиться за чужой счет, и не только поживиться. Один из таких любителей дождался дня выдачи получки, выбрал темный переулок и стал поджидать подходящую жертву. Лариса шла быстрым шагом, да ее дома оставалось совсем немного. Вокруг частные дома, высокие заборы и темные переулки. Грабитель сдалека, увидев силуэт девушки, сел в засаду и при первом же удобном моменте вышел ей навстречу. Откуда он взялся в этом поселке, неизвестно. Он глумился, вертя в руках нож, лезвие которого сверкало в темноте. Лариса, заметив его на своем пути, сперва даже не поняла, что происходит. Потом она подумала, что это какая-то дурная шутка. Ей даже в голову не могло прийти, что кто-то может напасть на нее в ее родном городке. Но бандит стал наступать. Лариса испугалась, дураков-то на свете хватает. Надо бежать, но куда? Дорога перекрыта, вариантов немного, а тот только и рад стал подходить все ближе и ближе, нагло улыбаясь и посверкивая ножом. Но тут за спиной незнакомца послышалось злобное рычание. Что там за шавка решила помешать его делу? Он огляделся и увидел волка, который уже принял боевую стойку. Такого поворота событий грабитель не ожидал. Он понял, во что вляпался, и выбрал единственный верный вариант бежать. Но куда? Да и вообще бегать на перегонки с волком занятие очень сомнительное. Лариса от удивления и неожиданности отступила в сторону, присела и освободила дорогу бандиту. Это дало ему возможность рвануть в сторону леса. Добряк, недолго думая, сорвался с места и полетел вслед за ним. Гнал он его прямиком до воинской части, не давая уйти ни влево, ни вправо. Так и пригнал его в руки к тем, кто сможет быстро обеспечить грабителю теплое местечко на охраняемой ими территории. Однако мужик не намерен был так легко сдаваться и решил перепрыгнуть через забор. Может ему все-таки посчастливится уйти от своего преследователя. Но не тут-то было. Не зря же Станислав Иванович несколько лет назад обучал Добряка брать барьеры. В общем, на крики и вопли о помощи сбежалась чуть ли не вся воинская часть. Голосок мужика становился все тоньше и жалобнее, а волк драл его тулуп так, что клочья летели в разные стороны. Вовремя подоспел Станислав Иванович и дал команду фу. Добряк тут же разомкнул челюсти. Вскоре появилась Лариса, которая бежала следом за волком. Она-то и прояснила всю ситуацию. Горе грабителя тут же задержали и сдали в полицию. Он даже был рад, что его не оставили на растерзание волку. Добряк же прожил очень долгую и насыщенную жизнь и до конца оставался любимцем семьи Станислава Ивановича. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok